УАЗик. Да, еще вчера к слову УАЗик я относился вполне снисходительно, но это было вчера. УАЗ Патриот очень хороший автомобиль, по крайней мере концептуально, по крайней мере на чертежах. На деле мы имеем машину со слабыми металлическими элементами, дерганым сцеплением и неважной управляемостью на асфальте. Но если эти некоторые нюансы устранить, то Патриот едет нормально. Если же Патриот еще и хорошенько затюнинговать, получается просто отменный доступный автомобиль для самого сурового бездорожья. Патриоты по проходимости к латтую приближаются к военной технике и квадроциклам. Итак, на нашем пути кача. И по-настоящему крутой берег. Владельцы машины уверяют, что мы здесь легко проедем. Почему-то я им верю, хотя волнуюсь. Вот мы сейчас сидим здесь в УАЗике и поедем вон вот с этой горы в ту речку. Я ничего не вижу. Куда нам ехать-то? Как можно здесь ехать, если не видно, куда ехать? Врубаем понижайку, первую передачку и потихоньку трогаемся. Правильно я иду? Все, 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 идем, идем. Нормально, нормально. Нормально. И все, вообще, все, поехали. Все, вообще. А вы думали? А вы боялись? Страшнее и снаружи было. Здесь я чувствовал себя абсолютно комфортно. Никаких рисков перевернуться в помине не было. Страшно стало еще, когда начали погружаться. Было ощущение, что вот как субмарина какая-нибудь блю-лю туда. Слава богу, речка не шок. Как видите, «Патриот» отлично приспособлен и для серьезного тюнинга. Тот же металлический жесткий бампер сюда интегрировали красноярские мастера. А все остальные компоненты заимствованы у известных американских и европейских тюнерских компаний. Особого разговора и упоминания заслуживает вот эта вот высота дорожного просвета. Почти 40 сантиметров. Это, конечно, круто. По-моему, днищем невозможно, по-моему, в принципе, зацепить. Из штатного УАЗика вот этот мега проходимый монстр получился благодаря замене многих очень деталей. Понятно, пружины, понятно, амортизаторы. Оказывается, поворачивали мост, чтобы изменить угол наклона шкорни и облегчить рулевое управление на бездорожье. Здесь стоят металлические бампера. Они, конечно, добавляют веса. Машина весит почти 2,5 тонны. Но зато они при необходимости валят. Деревья, которые случайно возникают. Лебедка впереди. Лебедка сзади. Ну, я уж не говорю про светодиодную всякую оптику. А посмотрите на резину, ребята! Ребята! Это ведь что-то! Вот смотрите. 10 лет в коробке работаю, никогда такого не вижу. Ни разу за 10 лет в коробке я почему-то даже не знал, что такая резина есть. Когда грудные зацепы, это не просто протектор, а они вот сюда выдаются, рогами. То есть в любой грязи все равно куски эти будут отваливаться. И всегда будет эффективно работать поверхность. По структуре, мне кажется, напоминает даже не колесо, а какую-то танковую гусеницу больше. Диаметр колес нашего Геркулеса 35 дюймов. Слушайтесь, 35. Для соревнований, кстати, есть резина и вовсе на 36 дюймов. Такую ставят на передние колеса Кировца, но она предназначена для работы в тотальном бездорожье и на грязи. Как правило, для повседневной эксплуатации используются покрышки на 33. Они хороши и на буераках, и на асфальте, дают патриоту сносную динамику и управляемость. А сейчас штурмуем гору. Нормально так. Куда налево сейчас? Ну куда там направо-то? Газуйте, газуйте. Газуйте, газуйте. Еще и кочки эти торчат. По пути с горы нам предстояло преодолеть неприятный перелом. Самое главное двигатель. Вот сейчас, вот-вот-вот-вот-вот пошло. Куда тут смелее? Назначение этих автомобилей так называемое экспедиционное. На них можно выехать на рыбалку, в путешествии, по природе на охоту, на озера. А благодаря неюжинным и таким способностям УАЗика можно купаться не с толпой шумных туристов, а вовсе на другом берегу и белышом в своей компании. На закуску еще один брод. Врубаем не только понижайку, но и блокировки. Стекла закрыты? Все газую просто. Вон туда, вон. Ага. Это вообще... Нет. Вас изнасиловало? Нет, у тебя прикольное ощущение было, а? Итак, только что мы проехали вот здесь, пересекли речку Качи. Для пущей наглядности я взял рулетку. Кстати, а, давайте посмотрим вот сейчас видео вот с этой камеры. Вы видите, на какой высоте она? Для пущей точности я взял рулетку. Мне кажется, ее не хватит, эта рулетка. И демонстрирую. Вот высота метр пятьдесят. У нас доходила вода как раз... Ну, она вот по капоту стекала. А, нет, она даже стекло не только нашла. И вот он. Тот самый шноркель. Да, вот первый раз я понял, насколько он необходим в некоторых местах. Он превращает некоторым образом машину в подводную лодку. Ну, в такую маленькую субмарину-амфибию. А еще большое значение на многодневных поездках играет спальный отсек. Он должен легко раскладываться, быть вот таким же вместительным и удобным. Стоит Патриот 650 тысяч рублей. Серьезный тюнинг потянет еще на 300-400. Лучшее предложение за такие деньги. Я только сейчас вот прямо кожей почувствовал, что такое мега-длинноходная подвеска. Это комфорт на любых буераках. Благодарим за предоставленный на тест автомобиль компании УАЗ Центр. Здесь выполняют тюнинг самой разной степени сложности. Причем не только у Азиков, но и любых внедорожников. Работы ведутся под заказ. У АЗ Центр есть магазин тюнинговых комплектующих. Работает автосервис. Работает автосервис.